Музыка Импровизация от рекордсмена книги Гиннеса. В 2002-м Виктор Зинчук был самым быстрым гитаристом в мире. Исполнил интермедиу «Полёт шмеля» всего за 24 секунды. Сегодня маэстро впервые встретился с жителями Химок. Рассказал о своей жизни и музыкальном пути. Первое мое музыкальное образование, музыкальное училище Октябрьской революции, потом Гнесинка, вот это как раз я учился на народном отделении, которое имело название Василия Васильевича Андреева. Да, гитара была причислена к народным инструментам. Были и дилижирования, и другие культуры. Поделился и забавными историями из жизни. Например, как в советское время узнал про электрогитару, как с товарищами боролся за свободу самовыражения и на какие уловки шел, чтобы не получить замечания от педагогов. Чуть ли не запрещено было ходить с длинными волосами в школе. Но все равно, все было как-то по-доброму, никто за это голову не отрезал. Я помню, что часто нас встречали физрук и воинрук, и кто у кого волосы чуть-чуть подлиннее, их отправляли стричься. Но мы, откровенно говоря, не стриглись, мы делали кружочек вокруг школы, и потом приходили спокойно. Много у нас таких было, но время такое было. Рекорд Гиннесса – лишь малая часть достижений музыканта. Он заслуженный артист России, профессор Международной академии наук Сан-Марина, доцент Московского государственного института культуры. Секрет его успеха – прост, труд и безграничная любовь к музыке. Гитары электро не было, их выпиливали сами из парты, я помню, мы делали даже гитару. Струн не было, их употребляли, но народ сам на токарных станках все мотали какие-то звукосниматели. Виктор Зинчук не только пишет собственную музыку. Он – автор многих аранжировок классической. Бах, Паганини, Глинка специально для химчан исполнил любимого Бетховена. Поделился и планами на будущее. Сейчас артист работает над аранжировкой Шостаковича. Признается, соскучился по взрослой серьезной музыке. Встречу завершили автографами и совместными фотографиями. Попрощался музыкант еще одной импровизацией. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...